Слава Украине, героям славы. Очень многим непонятна позиция Ордогана на переговорах с московским диктатором Путиным. С одной стороны он вроде бы друг Украине, с другой стороны согласился, что в Турции будут принимать российские недокарточки мир и что он будет платить частично деньги так называемой России в ее фублях. Ну, во-первых, скажем честно и откровенно, Ордогану никому не друг особо, он друг сам себе. И все, собственно говоря. Он такой человек, знаете, такого диктаторского склада характера, диктаторского склада ума. Я не говорю, что как Путин, но где-то что-то наподобие, наверное. И причислять его каким-то, знаете, таким уж сильным демократом, наверное, все-таки тоже не приходится. Ордоган делает не то, что нужно, скажем так, для демократии и так далее. Он делает то, что нужно ему самому и его правительству и так далее. Это первый момент. Второй момент, он пытается оставить за собой возможность быть таким великим медиатором или там переговорщиком между Украиной и Россией за счет чего? За счет того, что он не занимает такую явную позицию ни за Россию, ни за Украину. Хотя в Украине они продают оружие, а тут как ни крути. А на Россию оружие они продавать не хотят, несмотря на неоднократные просьбы того же самого Путлера продать им какие-то оружия, передать им там Байрактар и давайте построим завод Байрактар и так далее. Видите, Ордоган тут взял и просто-напросто отказал. Но, опять-таки, не надо Ордогана переоценивать. Он делает, еще раз повторюсь, только то, что нужно самому Ордогану. Поэтому просто не надо ожидать от него того, что ему не свойственно. Он будет делать то, что надо ему. Ну, вот это было очень наивно считать, что, знаете, Ордоган будет делать все для Украины, все ради Украины. Не будет он этого делать просто потому, что он является таким, знаете, типичным примером циничных политиков, которые добиваются своего, умеют добиться своего, невзирая на лица и невзирая на обстоятельства. Вот, собственно говоря, и все. Как говорится, крики и вопли и сопли. Ну, вот он такой-сякой, он нас предал. Да он нас никогда не предавал, потому что он нам никогда в жизни ничего не присягал и никогда ничего не был должен. Но он ведет себя так, как он ведет. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому никакой израды в этом нет, никакой перемоги в этом тоже нет. Турция занимает свою нишу. Слава Богу, что они не продают так называемой России оружие. И то уже хорошо. И что они принимают наших беженцев. И то уже, слава Богу. Просить от них, скажем так, вещей, которые... Ну, или завышать какие-то ожидания, или просить вещей, которые, ну, не свойственны для того же Эрдогана. Ну, по всей видимости, просто-напросто не приходится. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому не надо ни плакать, ни кричать. Ничего страшного не произошло. Скажем так, ситуация такова, как она есть. Вот и все. Слава Украине!